В 7 часов утра на улице Шахтёров собирается плотный поток автомобилей. С сегодняшнего дня для многих стало сюрпризом, что поворачивать налево теперь нельзя. Люди путались. Разобраться на месте им помогали сотрудники ГИБДД. Всего на Шахтёров запретили 9 поворотов. Для того, чтобы попасть в Покровку, улицы с Пандаряна и Березина перевели в односторонний режим. Теперь пробка здесь собирается даже днём. Это чтобы, получается, чтобы у меня сейчас развернуться в ту сторону, если я проехал вот этот поворот, мне надо будет до кольца ехать. Ну, как бы внушительное расстояние. Раньше было как бы полегче маневрировать. Мне нравится. Безупречно. Весь бензин уже. Действительно, получается неэкономно. Дорога в микрорайон Покровский удлинилась примерно на 3 километра. Попасть из Покровки на взлётную теперь можно только через улицу Мужества. Но больше всего возникает вопросов по поводу второй петли объезда, которая проходит рядом с отелем «Хилтон». Эта дорога вообще считается строительным проездом. Улицу не чистят и не убирают. Днём она запаркована автомобилями. И проехать можно только по одной полосе. Такие схемы с отменой левых поворотов, с прямым движением можно вводить на магистралях. Таких, например, как Северное шоссе и иных скоростных магистралях. Но шахтёров давным-давно уже являются по сути улицей внутриквартальной. И к ней непосредственно промыкают жилые дома. И такой микрорайон, как Покровка, он фактически остался сейчас изолированным. То есть мы создаём руками администрации. Создано сейчас гетто. И утреннее движение ещё более-менее было нормальным. Хотя тоже очень много жалоб и пробок больше, чем обычно. Но что будет вечером, сложно представить. Депутаты городского совета будут настаивать на том, чтобы вернули старую схему проезда. Существующее обращение они уже готовят на имя главы города. Тем временем архитектор Антон Шаталов тоже посчитал новую схему недееспособной и предложил свой вариант. Левые повороты остаются, но саму дорогу нужно расширить и оборудовать накопительные полосы и поставить светофоры стрелкой. Помимо поворотов на шахтёров, изменили режим работы светофоров, чтобы увеличить пропускную способность улицы. Пока камеры автоматической фиксации не снимают нарушителей, штрафы за незнание новой схемы никто не должен получить. Красноярск получал рекомендации о необходимости смены схемы организации дорожного движения на улице шахтёров от московских коллег-специалистов неавтомобильного транспорта. Ими также разрабатывалась схема и предлагалась для Красноярска. Специалисты отдела мониторинга МКУ ДИП на сегодняшний момент отмечают, что пока никаких серьёзных заторовых ситуаций не возникло с самого утра, не было никаких аварийных ситуаций. Также на месте дежурят сотрудники ГИБДД, они помогают красноярцам всё-таки ориентироваться по новым правилам дорожного движения, чтобы было людям проще. Пока рано говорить о эффективности новой схемы движения на шахтёров, первые дни водители будут привыкать ездить по-новому. Кстати, в этом году на улице Металургов на одном из перекрёстков тоже запретили поворачивать налево. И, как отметили водители, пробка стала только длиннее. Антон Шевчук, Дмитрий Бородаев, Антон Новости.